МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 мая в Минске главами трех государств России, Казахстана и Белоруссии должен был быть подписан договор о запуске с 1 января будущего года Евразийского экономического союза. Это событие широко анонсировалось, однако ожидаемого не произошло. Договор не подписан. Тормозом процесса выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его мнению, сторонам необходимо проделать еще немалую работу, чтобы преодолеть разногласия по ключевым вопросам интеграции. Сегодня уже сформировался круг вопросов, по которым мнения сторон, к сожалению, расходятся. И перечень этих вопросов настораживает. Что же так насторожило господина Лукашенко в Тройственном союзе? Причин много, но главный из проблемных вопросов – это изъятия, которые до сих пор мешают полноценно реализовать принцип свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в рамках единого экономического пространства. Президент Казахстана Нарсултан Назарбаев, кстати, расстроился, похоже, не меньше главы Российской империи Владимира Путина. Такой свиньи от Лукашенко они оба явно не ожидали. Елбасы заявил, что подобные вопросы решаемы в процессе работы, но Лукашенко уперся и настоял таки на своем. Дату подписания договора перенесли на 29 мая. Поживем, как говорится, увидим. Эта новость, впрочем, наверняка порадует активистов, которые регулярно устраивают демарши под окнами Акарды. За день до унизительного провала в Минске, в Астане, вновь дебоширили общественники и члены экологического движения. С плакатами они подобрались прямо к резиденции Назарбаева и потребовали прекратить запуски российских ракет на гептиловом топливе с космодрома Байконур и, в принципе, отказаться от какой-либо интеграции с Россией. На минувшей неделе Казахстан вновь показал свое антидемократическое рыло. Как всегда, отличилась система правосудия. Бывшую судью Кульпашу Темесову приговорили к четырем годам тюремного заключения. Ей вменили то, что якобы она своими действиями опорочила честь казахстанской фемиды. О как! Между тем, уже бывшая судья с 32-летним стажем, согласно закону, год назад оправдала и освободила из зала апелляционного суда российского предпринимателя Александра Сутягинского, которого, обвинив в организации покушения на убийство и хранение боеприпасов, ранее приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом не принято говорить открыто, но на бизнес Сутягинского положили глаз чиновники из-за корды. У Темесовой безуссель рассказывала на процессе, как на нее давило руководство, и ей приказывали, какой вердикт она должна вынести. Но честная судья пошла по стопам закона. Она детально разобралась в уголовных томах и увидела, что за сфабрикованным делом стоит обычный рейдерский захват. Кульпа Шутемесова понимала, что процесс над ней – показательная порка от системы, чтобы другие суди впредь не смели перечить приказом сверху. Бывшая судья до последнего надеялась, что ее коллега оправдает ее. Но Гульшахар Ченебекова урок начальства, вероятно, усвоила на отлично. Кульпаж у Темесовой еще предстоит апелляционное заседание, которое наверняка отчасть ее не облегчит. По крайней мере, такого чуда не случилось с известным казахстанским правозащитником Вадимом Курамшиным. Он отстаивал права заключенных, подвергающихся смертельным пыткам в тюремных застенках. Он добился оправдания десятков людей, судимых по сфабрикованным обвинениям. Вадим Курамшин стал лауреатом престижной международной премии Людовика Трарье. Пару лет назад по непонятным причинам, впрочем, для Казахстана это обыденная процедура, Курамшина закрыли на 12 лет в самой жестокой колонии Жаман-Сопка. В настоящий момент его здоровье находится в критическом состоянии. От жены Курамшина Екатерины даже не пытаются скрыть, что с мужем хотят разделаться. Кто не сбежал от диктаторского разрушительного режима Назарбаева, тот либо осужденный сидит, либо давно убит. В Казахстане высказывают мысли вслух подобно смертному приговору. Однако о порочной жестокой практике террора бессменного лидера нации молва разошлась по миру. О бузниках казахстанского режима Вадиме Курамшине, Владимире Козлове, Розе Тулетаевой и Ороне Атабеке знают далеко за пределами республики. В неспокойной ныне Украине, где, казалось бы, своих проблем выше крыши, люди требуют освободить заключенных правозащитников. Хотим сделать заявление казахскому правительству, казахскому президенту Назарбаеву, чтобы он лично освободил Вадима Курамшина, политзаключенного, который положил свою силу, энергию на то, чтобы на защиту людей и их прав, чтобы он его освободил из заключения. И это не требование, это наш приказ, и он обсуждение неподвижное. Похоже, в Акорде началась агония, неконтролируемый гнев на сей раз вылился на коммунистическую ячейку в городе Уральске. Накануне 1 мая многим и членам, планировавшим выйти на митинг на мобильные телефоны, пришли угрожающие матерные смс-ки. Написано, значит, хохлушка, за мамой следи, дальше идут, в общем, оскорбления и ненормативная лексика. Это мне пришло, значит, 30 апреля в 23.13. Так, это вот одно сообщение. Второе, значит, с этого же номера. Ну, здесь идет оскорбление, если будешь, опять оскорбление, зарежем тебя и твоих родных. Мы не шутим, дальше опять оскорбление, это последнее предупреждение, опять оскорбление. Потом будем, в общем, опять оскорбление, всю твою семью, опять оскорбление. Если опять же оскорбление, то, в общем, опять оскорбление. И старые приключения с тобой покажутся тебе, раем, на фоне нового ада, который мы приготовили тебе. Опять идет оскорбление и опять ненормативная лексика. Это пришло, значит, 1 мая, 00.15 минут. Да, позор вам, господин Назарбаев. Стыдно, товарищ, стыдно. Вроде бы такой достопочтенный, уважаемый в политике человек. А окружение себе подобрали уголовное. Понятно, что властям все сложнее контролировать массовое недовольство в обществе. Но не опускаться же до уровня тюремных разборок. Не нужно забывать, что запреты всегда порождают желания. Взять хотя бы для примера закрытую недавно газету о Санди Таймс. И месяца не прошло, как таблоид возродился, словно птица Феникс из пепла. Но теперь уже в другом виде, как информационный портал накануне .кз. Не все нас любят, но все нас читают. И читательская аудитория, я бы не сказала, что она уменьшилась, а наоборот, мне кажется, она с каждым днем все увеличивается. Вот сейчас газету закрыли, и по одному в Фейсбуку только можно сказать, что столько друзей появилось у странички в Фейсбуке. Но казахстанское правительство уже настолько боится инакомыслия в обществе, что с каждым разом принимает все более глупые законы, от которых сквозит неприкрытый трусостью власти. Очередной опус законодателя еще сильнее закручивает гайки в СМИ. Апофеозом дурости правительство стало то, что журналистов оповестили об этом в их профессиональный праздник – Всемирный день свободы печати. Уже введена уголовный кодекс. Статья ответственна за распространение забедомоложенной информации. И максимальное наказание почище, чем за убийство – 10 лет лишения свободы, до 10 лет лишения свободы. И как-то надо сопротивляться, если мы не хотим, чтобы нас сражали, и если мы не хотим бояться раскрывать рот и делать какие-то более-менее больные жесты. Россия и бывшие союзные республики отметили накануне 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Как обычно, власти клялись и божились безграничной преданности ветеранам, обещали благую жизнь и возлагали цветы к могилам неизвестного солдата. А несколькими месяцами раньше 86-летний пенсионер Алексей Резванов из казахстанского Усть-Каменогорска, который 60 лет искал могилу своего отца и нашел-таки захоронение под Псковом, буквально умолял власти Казахстана и России выделить ему денег на дорогостоящую дорогу к могиле его отца, защитника Ленинграда Федора Резванова. Денег у меня не было, я не смог. Обратился в Путину, чтобы на дорогу дал денег. Дудки. Обратился, поймите сюда, к Назарбаеву. Дудки. Вот так вот. От обиды и безысходности пенсионер обратился к канцлеру некогда вражеской Германии Ангеле Меркель, чтобы она помогла оплатить ему дорогу к могиле отца, советскому солдату, погибшему в 1942 году. Не аналогичный, но столь же вопиющий случай произошел с тружеником тыла, 77-летним казахстанским пенсионером, инвалидом второй группы Кенесом Батыршаевым. Он уже больше года обивает пороги Акимата, чтобы выпросить у государства положенную для работников тыла надбавку к пенсии 3,5 тысячи тенге. Высоколубые члены спецкомиссии деду в субсидии отказывают. Не верят они, что в столь юном возрасте Кенес смог уже работать на полях, сея, собирая зерно для обеспечения фронта хлебом. Там есть свои нормативные документы, по которым там есть критерии. А что за критерии? Кто их вообще прописывает? Возрастные там. Потом-то, если, например, человек, в общем, в 37-м году рождения, он только в школу пошел, даже, может быть, еще и не пошел. Как они пошел? В смысле, в 37-м году? Ну, если он родился... В 41-м году, наверное, я за ним пошел. В 43-м я пошел. В 44-й, в 44-й, в 45-й год. Я-то работал с собой? 7 мая в Казахстане отмечали День защитника Отечества и день рождения старшей дочери Норсултана Назарбаева Дореги. И пусть у республики нет 2000 долларов на плату проезда пенсионера Резванова к могиле отца, нет даже и 3500 тенге в виде заслуженной надбавки к пенсии Кинеса Батыршаева. Но на празднование 51-го дня рождения первой леди Мажелиса, талантливой певицы и просто заботливой мамы Дореги Назарбаевой, любимый отец средства всегда найдет. ПЕСНЯ Народу никогда не понять простых государственных истин. Тысячи и миллионы долларов тратится на благо и имидж процветающего и независимого Казахстана. Это для простого люда первое время чумы, а для высшего света всего лишь представительские расходы. У меня на этом все. Хороших выходных. Увидимся.